Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о повышении эффективности кассационного обжалования. И вот здесь очень много элементов, которые играют значительную роль, скажем так, для того, чтобы повысить не просто эффективность, а для нас повысить эффективность кассационного обжалования, это значит повысить вероятность удовлетворения кассации и принятия решения в вашу пользу. И какие приемы для этого использовать, дорогие друзья, мы сейчас это обсудим. И я вам хочу посоветовать, для расширения вашего кругозора, для того, чтобы быть в курсе последних новостей в мире, в стране и, конечно же, в мире новостей юридических, советую подписаться на наш новый новостной канал, ссылочка на него в описании к видео. И подписавшись, вы будете всегда в курсе всех последних новостей, событий, которые происходят в мире. Итак, дорогие друзья, начнем. Прежде всего, когда мы говорим о повышении эффективности кассационного обжалования, я всегда рекомендую начинать с подготовки непосредственно к кассационной жалобы. Конечно же, она должна быть подготовлена на наблежащем уровне. И, конечно, хочу добавить, если вам необходима помощь в составлении кассационной жалобы, в корректировке, пожалуйста, обращайтесь. Всегда с удовольствием поможем. Все контакты в описании к видео. Но при этом, дорогие друзья, не всегда решает только кассационная жалоба. Если вы в ходе рассмотрения апелляционным судом, судом первой инстанции вашего дела заметили, что имеются некие нарушения со стороны суда, то, конечно же, дорогие друзья, мы можем говорить уже о том, что можно совмещать и кассационную жалобу, и вносить в нее некие элементы жалобы на судью, которую будут в том числе, будет подано в квалификационную коллегию судей региона или в высшую квалификационную коллегию судей. Потому что мы, например, практикуем подготовку и кассационной жалобы, и одновременно вместе с ней подачу жалобы на судью, которая принимала незаконные решения, поскольку хоть само по себе принятие решения, которое будет отменено, не является основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности, Но вместе с тем, как нам неоднократно указывал Верховный суд, систематические нарушения со стороны суда, которые влекут за собой принятие неправильных решений, это уже основания для привлечения судей к той или иной ответственности. Поэтому прошу вот эти моменты, пожалуйста, учитывать. И включать как элементы жалобы непосредственно в кассацию, так и прикладывать к кассационной жалобе соответствующую жалобу на судью. Вот это тоже практикуется. При этом, дорогие друзья, вот в одном из последних дел у нас был тоже интересный прецедент, когда отказала в передаче дела на рассмотрение кассационной коллегии по гражданским делам Верховного суда, в передаче на рассмотрение вот этой судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда, одна из судей Верховного суда. А мы подняли ее определение, которое она выносила по подобным делам в отношении того же истца. И оказалось, что решения переписаны слово в слово. Там только фамилии поменяли и даты. Вот и все. О каком может быть правильности принятого решения, если просто перенесено решение и так далее. И здесь мне, конечно же, вспоминается практика Верховного суда, который уже неоднократно указывал на то, что нельзя слепо и просто тупо, я извиняюсь за выражение, оно неприемлемо, но, как говорится, слов из песни не выбросишь. Иногда других слов просто нет. Просто взять и перенести электронный вариант того же, как в приговор переносят обвинительное заключение или в апелляции иногда берут и просто переносят в апелляционное определение решение суда первой инстанции. О каком нормальном рассмотрении дела может идти речь? Конечно же нет. Все это формализм и об этом необходимо говорить. Вот это, дорогие друзья, те шаги, которые необходимо предпринимать для повышения роли и эффективности касационной жалобы. Еще раз повторюсь, дорогие друзья, если вам необходима помощь в составлении исков, апелляций, касаций, пожалуйста, обращайтесь. Всегда с удовольствием поможем. Счастливо!